Детство российской принцессы Анны Леопольдовны было очень коротким. Она еще играла со своей любимой фрейлиной Юлианой в куклы, а в тронном зале уже решалась ее судьба. Я очень любил принцессу. А вместе с этим и судьба России. Если ты будешь такая же умная, как твоя тетка Анна, и тогда все станут твоими игрушками. И даже сама императрица. А ты умная. Умная. Императрица Анна Иоанновна потеряла своего супруга сразу же после свадьбы и до конца жизни оставалась бездетной вдовой. Она была сердечно привязана к своей племяннице Анне Леопольдовне, сыну которой и решила передать российскую корону. Бал, данный в честь ее совершеннолетия, обнажил политические группировки за золотистой мишурой скрывалась яростная борьба за российский престол. Любовник императрицы Берон разыгрывал сразу две партии. Он метил своего сына Питера в женихи царевне Елизавете. На тебе! Чем мой Питер не жених? Порода не та. Но получив резкий отказ, он стал свать от Питера в женихи принцессы Анны Леопольдовне. Ух, корова! Ты слышишь, дни лучше обращаешься. Они же просто созданы друг для друга. Но интересы государства упорно отвоевывал вице-канцлер Остерман, сватая в женихи австрийского принца Антона. Чревые дети, Витя Колыпель, будущего наследника России. Но все карты смешал незнакомец, неожиданно появившийся на балу. Оттолкнув Питера, он поднимает Анну, спасая принцессу от конфуза и тем самым завоевывает ее расположение. Позвольте представить. Ваш новый польско-саксонский посланник, граф Морец Ленар. Берон не прощал обидчиков. Фурлянец не прости такого унижения. Он будет мстить. И с новой силой разгорелась борьба за сердце принцессы, где прочное место занял граф Морец Ленар. Берон, будучи любовником императрицы Анны Яновны, был также любовником и Регины, воспитательницы Анны Леопольдовой. За ними следили и тайная канцелярия Ушакова, и вице-канцлер Остерман. И все вместе они шпионили за свиданиями принцессы Анны Леопольдовны и графа Морец Ленара. И дружно доносили обо всем императрице. Берон четко вел свою линию и точно выполнял все свои замыслы. Ищейки Берона напали на Ленара, но его спас Сумароков. Несмотря на смертельную опасность и дурные предчувствия, Ленар и Анна спешили на свидание друг с другом. Остерман убедил императрицу срочно вызвать австрийского принца Антона, которому Аннушка испытывала только брезгливость. Я счастлив снова видеть вас. И убедил ее в необходимости этого брака. Союз с Австрией был крайне необходим России. Все с восхищением охотятся за моим чревом, будто там клад зарыт, будто она трижды проклят. Не говорите так, прошу вас. Не говорите так, нам предстоит занять. И то, что породит она чревом своим, тому и быть на престоле российском. Я откажусь от престола. Это вы. Вы перевернули мою жизнь. Как ты смеешь перечить моей монархой воли? Прекрасил бы тебя, прошу тебя, что с тобой? Уйди! Уйди! Убить ее можно, не бери грех на душу. Успокойся. Ну что с тобой? Ну что ты, милая? Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. С тобой я. С тобой, голубушка. Что ты, Минхерц? Конюх! Романовы. Лошадь необузданная. Вас скоро вышлют из России. Ого! Принцесса готова бежать с вами. Я должен поговорить с Анной. Это невозможно. Мне с трудом удалось улизнуть из дворца. Я знаю, кто нам поможет. Вы можете рассчитывать на мою помощь. Вот адрес. Весь дворцовый мир замер в ожидании. И с жадным любопытством наблюдал за тем, как будут развиваться роковые события.